Все больше китайских богачей начинают вкладывать деньги в весьма необычный для них бизнес. Предприниматель Чжун Хуай Ли впервые попробовал вино всего 10 лет назад, но уже в прошлом году приобрел винодельню 17 века Шато Лу Дэн. Его компания – крупнейший в Китае производитель байцзю, традиционного алкогольного напитка, наиболее близкого к русской водке. Но бизнесмен уверяет, что вино тоже входит в сферу его интересов. «Эти инвестиции вполне соответствуют нашей стратегии глобализации, говорит предприниматель. Винный рынок в Китае весьма слаб. Напиток низкого качества продают по баснословным ценам. Моя цель – научить китайцев ценить импортные вина». И предприниматель не одинок в своём стремлении. За последние пять лет число китайцев, купивших французские виноградники, возросло в десятки раз. У многих местных жителей это вызывает беспокойство. Правительство Китая обвинило некоторые компании в том, что они покупают виноградники на государственные средства. По мнению властей страны, они занимаются отмыванием денег. Но число желающих приобрести виноградники лишь растёт. В числе новых владельцев угодий известная в Китае актриса Джао Вэй. Она надеется с помощью местных специалистов поднять качество вина на новый уровень. «Некоторым не нравится, что французы продают виноградники. Но при этом они восхищаются китайцами, поскольку те пытаются улучшить угодья, а не разграбить их. Так что здесь не всё так просто». Так что репутация виноградников Бордо, кажется, ничто не угрожает. А китайский рынок, похоже, вскоре пополнится коллекцией неплохого французского вина.